Вопросы? Спасибо большое за Вашу историю. И мне хотелось бы, может быть, по-немному, к каждой услышать, что было самое сложное, когда Вы первый раз пришли в компанию, где преимущественно может быть коллектив, где все равно, как на груди к Вам, немножко поначалу могут относиться со снисхождением небольшим в силу возраста, и в силу пола, и что было самое сложное. Скажу Вам честно, в вашей компании, когда ты приходишь туда, самое сложное – это запомнить имена своих коллег. Ты приходишь, и ты реально не знаешь, как с ними обращаться. А если серьезно, то самое сложное – это, наверное, найти свою нишу и понять область твоей работы. Но для этого в компании всегда тебе дают человека, который тебе это все объяснит, покажет, и скажет, вот твоя компетенция начинается вот и заканчивается с домом. И ты, собственно, приходишь, и, ну, тебе это все сразу объясняется, и тебе уже дальше не страшно. То есть ты можешь спрашивать, задавать вопросы, и, как бы, главное пережить первую неделю, когда нужно научиться говорить людям по имени, а не слушать. Для них, пожалуйста, поговорить. Я со сонностями не захватывалась, но единственное, что мне какую-то неделю пришлось показывать, что я получила эту работу, потому что я соответствую этим скиллам, как, ну, умениям. Что у меня есть эти умения, что я не хуже вас, и это было видно, и поэтому не было сложностей. И люди готовы к тому, что женщины такие же, как мужчины, не то чтобы там со всеми, а со равноправия. Но нет никаких сложностей, но у меня их не было. Можно показать то, что вы соответствуете тому, что нужно, что вы можете приносить позже, зайти в позже, в которую вы можете приносить, и дальше работать, развиваться. Нет ничего такого сверху, чем на другой любой специальности. А вам лично могу сказать, что прямо ничего такого сложного там не проходило. Если вы будете там почаще перейти в бюджетку, то точно закон. И самое сложное, это сказать, когда тебя берут на совершенно другую должность, сказать, ребята, я тоже программист, я тоже могу, и доказательство. Ну, на самом деле, это не столько сложно, сколько именно уговорение человека, вот поверьте мне, пожалуйста, вот сейчас поверьте мне, и у меня получится. Это, наверное, самое сложное. Еще вопросы? Здравствуйте, меня зовут Настя. Я хотела спросить о рестораж. Саша, кто попал в GND? Это был тоже стартап или нет? Да, это тоже был стартап. Я туда покупала случайно, и я пригласил один из наших бюджетов на госпитал. Он наехал, ну не знаю, я похвастаюсь, он наехал в Monopolis и решил больше уговляться в научную сферу. Но тогда он переведел GND, и он меня пригласил, и пригласил тоже нескольких наших ребят. Он сработал таким проект менеджером, сразу определил каждому должность, подумал, что занимать, увидел в каждом миску, и вот мы так собрались. Это был стартап, но у стартапа уже было место, чтобы вы понимали, это миск вот и враг, и нужно, чтобы кто-то спонсировал это дело. Потому что пока не собрался, а зачем-то кормить. Я хотела спросить у девочек старших студентов, почему, что мотивирует вас продолжать обучение? Потому что есть большая тенденция среди студентов, которые работают, попадают студентами в IT, бросить обучение ради работы, ради заработка и ради практического опыта. Вы представляете, вот 40 лет, и тебя ребенок спрашивает, расскажи маму про свою студенческую жизнь. А ты такая, ну, я, к сожалению, работала. Как можно от этого отказаться? Это же весело, это же здорово, это коллектив, это постоянно какие-то приключения. Ну, а если говорить о более, ну, в таком основательном подходе, то есть, если у тебя есть какое-то желание уехать куда-то за границу, то без образования, там, вплоть до того, что тебе просто визу не дадут. Ну, то есть, это очень серьезно, и мы говорим даже не в Бакулавле, а говорим о магистре, что это необходимо в плане того, что нужно рассчитывать на то, что ты будешь расти карьерно и должен быть готовым. Можно, конечно, ну, у меня есть знакомые, которые решили, что они это оставят делать, а потом как-то там появится возможность, да тогда как-то уже закончат, и тогда все походу решат, но не всегда, когда появляется возможность, у тебя есть время год на то, чтобы вот как-то закончить и порешать, лучше уже сразу быть готовым с билетами, вот, да? Я, на самом деле, специалист, я считаю, что все, что ты начал, ты что-то заканчиваешь и скачиваешь как можно лучше. И если я начала учиться в политехе, я там вошла в свое призвание, можно сказать за эту политеху спасибо, спасибо за то, что он вводит людей в АТИ, спасибо за то, что он знакомит молодежь, которая собирается работать в АТИ между собой, они сразу учатся общаться, но не потом как, где-то на каких-то конференциях сталкиваются случайно незнакомиться. Нет, они вот уже разговариваются вместе. И это хорошо. Я считаю, что ту причину, которую Саша назвал, на самом деле, тоже очень важную. Действительно, образование, в первую очередь, ваши люди мои читают, и ту графу, где у вас образование, ее тоже почитают. И если у вас там совсем ничего нет, или написано, что вы огромного противатора, я не знаю, что что-нибудь такое закончили, но это не совсем точно, что ожидает от вас образователь. Я считаю, что, ну, нужен срочный проект, это хорошо. Спасибо. Хорошо, что у нас нет Андрея Вакушева, он как раз огромен по образованию, один из самых классных тюрьмедов, которых я знаю на студии. На самом деле, действительно, можно прийти из абсолютно разных специальностей и получить здесь образование, так, еще у вас. Здравствуйте. Девушки, расскажите, расскажите мне, кем вы себя ведете или через 5 лет? Сейчас, я с вами начну. Спасибо. На собеседование можно ответить, смотря где ваша кима будет через 5 лет, да? Наверное, я бы хотела быть человеком, который принимает меня на собеседование, ну, проводит собеседование. Какая уже будет специальность, где будет идти через 5 лет? Я еще не знаю. Может появится новая? Сегодня мы рассказываем об одних, завтра будут новые. И вот еще кто-то просит, все принимают на работу. Буду специалистом в своей сфере. Через 5 лет? Ну, тяжело, конечно, так забирать. Я бы хотела работать где-то. Я вижу себя в удовольствии. Возможно, тем видом специалистов какой-нибудь IT-компании, желательно продуктовые, занимающиеся чем-то интересным, что мне будет интересное, которое развивается вместе с другими сотрудниками и прочим. Нет, не умрет. Ну, я уже попала в продуктовые IT-компании, поэтому я буду просто, я думаю, что я буду не развиваться, потому что программирование – это то, что мне нравится, и я даже не представляю свою жизнь, если я вдруг скажу себе, нет. Нужно расти. Есть всегда, к чему устремлюсь. Вот эти вопросы. Спасибо. Есть вопросы сейчас? Это последний вопрос. Девочки, вам надо будет посовещаться и решить, кто получит приз. Это самый интересный вопрос. Хорошо? Здравствуйте, девушки. Я хотела бы вас спросить, были у вас страх? И если у вас не сходили, кого не было, получится ли у вас на этой сфере штраф? Ведь ежегодно, каждые три месяца, выпускаются десятки специалистов. Это курсы, это инвестиции, это школы. Был ли этот страх? И как вы с ним боролись? Ну, конечно же, этот страх есть, и этот страх будет, и он никуда не уйдет. Просто очень важно понимать, что, знаете как, либо ты, либо тебя. То есть, место все равно есть. Просто, кто его займет, это уже зависит от того, насколько сильно вы постараетесь его занять. Либо это пути вы, либо не будет. Ну, то есть, все очевидно. Это даже не страх, а мотивация, но оно есть. То есть, я знаю, что действительно выпускаются ребята, которые уложены, у которых есть техническая подготовка. И это является, будь вас двигаться вперед, познавать что-то новое, побыстрее, пока ты не познал раньше тебя. Постоянное движение вперед. И это шикарно, что такое есть. Иначе не было жизни важной. Каким остальным их экспертом. Слава богу, что такое есть. Слава богу, что есть живая, здоровая конкуренция. Конечно, страх есть. И все в этом сказали. Это логично. С ним нужно смелиться его обвинять. Он живет постоянно с тобой. И он часть вот этого процесса твоего. Он тебя обогоняет. Давай, учишь что-нибудь новое дело больше. Давай, давай. А то кто-нибудь там вот сейчас корейте, они не спят ночью, они новые технологии изучают. Ты тоже была на эту технологию изучить, чтобы завтрашки мне быть востребованной. Это хорошо. Этот страх, он подгоняет детей учиться, становиться специалистами, делать большее и… Но на самом деле, если вас уж так беспокоит, что это прям такой панический страх, это не панический страх. Рядом с вами такие же люди. Они всегда вам помогут. Они помогут справиться с этим страхом. И ваши же конкуренты, они не будут… Это не будет плохая конкуренция. Вас не будут выпускать до алены, до вашего оружия, чтобы вы сражались. Это здоровая конкуренция. IT-сноциалисты делятся опытом друг с другом. Потому что так развивается… IT-сообщество так развивается. Они делятся опытом и наращивают, как бы, это, общий опыт. Общее. Виртуальное развитие, да. IT-сообщество. Спасибо большое. Девчонки, придумайте пока… Кому вы хотите научить этот приз. На самом деле, быстро. У вас, наверное, 10 секунд. У нас сейчас будет перерыв. У нас будет кофе-брейк. На втором этаже. Мы уже говорили, что там будут вкусные кексы, чай, кофе. Через 20 минут, то есть в час до дня вы возвращаетесь сюда, и мы продолжаем наше общение. У нас будет следующий спикер. Смотрите программу. Вот. Так, девочки, что я просто. Девушка, у меня есть дизинный ход. И к Tagin century. А, сейчас подключаем все... Вопрос про первый день приutlich. Да, надеюсь у вас. Вот. Девочки, вам приз iş says дают кризисы, да. И я хочу еще от себя получить приз за борьбу со страхами. Это на самом деле очень важный вопрос. Ничего не бойтесь, у нас все получится. Следуйте, пожалуйста. Спасибо, девчонки. На самом деле это было первое выступление в моей жизни. Спасибо. Второй этаж. Встречаемся в частной...